Очень крутая перекличка регионов. Приветствуем все регионы, приветствуем все-все-все абсолютно регионы, кто уже подключился, кто подключается. По традиции мы начинаем наши вебинары за одну минуту до начала. Вообще у нас с ключевой командой директоров есть такая фишечка. Если мероприятие запланировано на, ну, например, 21.00, то мы обычно начинаем в 20 часов 59 минут. То есть вот таким вот образом. Друзья, напишите сейчас смс-ки, сообщения в свои внутренние чаты, ну, примерно с таким текстом. Все короли уже на вебинаре, ждем только вас. И смайлик. Ребята, услышали? Все короли, все королевы уже на вебинаре, ждем только вас. Напишите и смайлик обязательно поставьте, хорошо? То есть смс-ки отправьте во внутренние, во все свои чаты. Все короли и королевы уже на вебинаре, ждем только вас. И смайлик. Хорошо? Дорогие, для нас огромная честь сегодня представлять спикеров. Вы видите на слайде, вы знаете, да, кто наш спикер. Это великолепнейший результат, когда уровень нового звания закрывается не в последние дни каталожные, а именно за первые две недели. Я очень сильно верю, что в команде Юли Савиной придет время, и она уже будет закрывать свои более драгоценные квалификации. За первую неделю каталога, за первые часы даже каталога я верю, что будут у нас в команде БМД-21 закрываться новые звания. Ребята, кто верит в это? Придет, придет время. Вот я очень верю. Я уверен, что многие из вас смотрели фильм «Движение веры». Помните, к чему привела вера, уверенность. Вера не просто голословная, а вера, подкрепленная действиями знаменитого тренера СССР, который привел в итоге сборную Советского Союза, то есть к чемпионскому званию. Поэтому, друзья, важный вопрос, во что верите вы? И вот Юлия Савина своим результатом продемонстрировала, что все возможно. Возможно делать несколько званий в течение года, и возможно новое звание закрывать за первые две недели каталога. Итак, друзья, под ваши огромные аплодисменты встречаем нового золотого директора команды БМД-21 Юлию Савину. Всем привет! Меня слышно, видно? Дайте обратную связь, пожалуйста. Спасибо. 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 Видно? Видно? Слышно? Слышно? Это намного лучше? Я вид... Слышно и слышно люги ректорские и последний день каталога. Так, сейчас. Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Ну что, ребят, меня предупредили, что вебинарная комната будет зависать. Поэтому, пожалуйста, в чате ничего не пишите. Я постараюсь вас ничего не спрашивать, но если я мало ли спрошу, помните, что отвечать не надо. Потому что я люблю диалоги, да, и, ну, может быть, на эмоциях там, да, что-то вас спрошу. Пожалуйста, не отвечайте. Я увижу, что вы не отвечаете, я вспомню, что отвечать нельзя. Я очень сильно волнуюсь, на самом деле. У меня все домочадцы по углам, да, потому что я очень эмоциональный человек, я красная. То есть я тут немножко покомандовала перед вебинаром, да, чтобы, ну, успокоиться, собраться с мыслями и начать с вами диалог. Я хотела спросить, сколько здесь новичков, у кого какие результаты, но, пожалуйста, не пишите в чат тогда, да, чтобы ничего не тормозило. Я очень надеюсь, что здесь много ребят, которые, может быть, только-только присоединились, может быть, вообще еще не до конца даже разобрались, что это за бизнес-система, что же это за проект такой БМД-21, что же это за компания такая, Reflame, и что же такое, на самом деле, сетевой маркетинг. Я очень надеюсь, что вас много, и основной ориентир моего сегодняшнего вебинара, ребят, на вас, потому что я 10 лет бегала от сетевого. Я в виде человека хоть с какой-нибудь эмблемой компании Reflame переходила дорогу, меняла траекторию, да, когда у меня еще автомобиля не было. Я 4 месяца отказывала девушке, которая в конечном итоге стала моим спонсором, не наставником, но спонсором. Мой наставник – это Репина Татьяна. И, вы знаете, я не жалею об этом, я считаю, что все должно быть в свое время. И если именно сейчас пришло время, когда в мои двери постучалась компания Reflame, постучался мой наставник, постучалась система БМД-21, значит, именно сейчас мне суждено здесь сделать результаты. Я верю в то, что ничего просто так не происходит. И если вы здесь, в команде, может быть, зашли на этот вебинар, или будете смотреть его в записи, значит, это не просто так, значит, это с какой-то целью. И я сегодня, моя задача, вот я себе такую задачу поставила, да, к чему здесь можно прийти уже на промежуточном этапе, потому что моя жизнь очень сильно изменилась. Сама я из небольшого города, это город в Кировской области, город Вятские поляны. Может быть, кто живет в Татарстане, знает этот город. Вообще он считается жемчужиной Кировской области. Я там отучилась в школе и благополучно поступила, еще учась в 11 классе, в институт Казани, Казанский ретонный институт, поступила автоматом. Как это сказать? У меня был самый лучший результат по Олимпиаде, по электротехнике среди всех поступающих в России. Почему я вам это говорю? Я не хвастаюсь, я вам просто хочу сказать, чтобы вы понимали, какой у меня склад ума. То есть я была технарь до мозга костей, сейчас я другая. Я пытаюсь понять, как здесь нашла листать слайды. Я другая, да, сейчас. Но вот тогда я была технарь до мозга костей, но мои родители решили, что Казань это слишком круто для меня и отправили меня в город Киров. Мне пришлось срочно сдавать экзамены в Кировский педуниверситет на учителя физики и информатики. Я пошла по стопам отца. Родители решили, что здесь у них есть знакомые, которые мне помогут, которые меня поддержат. Моя девичья фамилия была в Кирове и в пединституте на слуху, поэтому учиться мне было нелегко. Папа у меня крутой, заслуженный учитель России, его очень многие знают. И, ну, в педагогических, скажем так, кругах. И мне приходилось все пять лет отрабатывать свою фамилию. Закончила я институт, ну, такой немножко, как-то сказать, оторви, наверное, и выбрось, да, как бы все, все было культурно, но вот эта вот жизнь от родителей, да, когда я уехала, мне дали свободу, и мне так стало хорошо. И вот тогда я стала уже задумываться на тему, что такое свобода. Глядя на своих родителей, я понимала, что учитель, ну, как бы до учителя свободы, это абсолютно разные вещи. Я закончила институт, но при этом все пять лет я работала. Институт я закончила, ну, не с красным дипломом, у меня была тройка, которую мне поставили, потому что моя фамилия была Куковякина, скажем так. И все пять лет я дополнительно подрабатывала. Опыт у меня работы достаточно большой, да, и это, возможно, меня достаточно сильно поменяло. Я поняла, что в этой жизни деньги есть там, где есть непосредственно движение денег, где шуршит бумажка, где стучит вот эта вот мелочь, да, металлическая и так далее. Поэтому отработав три года в школе, да, вот вы видите, какая я была у меня, мой первый автомобиль, это моя белая АК, стоила она там копейки, она вся была ржавая, но моя задача была, ну, я права получила, вот, кстати, 13 февраля у меня, получается, было 14 лет, как я сдала на права. И вот с тех пор, вот я сдала на права, получила права, я с рулем вообще не расставалась и преодолевала очень большие расстояния даже на АК. Сейчас, если честно, да, я не скажу, что я езжу прямо на супер каком-то волшебном автомобиле, нет, у меня Шкода Октавия, да, в подарок от компании, но я понимаю, что АК, это, ну, капсула смерти, и я не представляю вообще, как я на ней ездила, да, на особенно дальние расстояния. Вот такая я была, это, получается, 2003, наверное, год. Я с такими вот красными волосами пришла работать в школу, нашу Кировскую, учителем физики и учителем информатики. Дети меня очень любили, потому что я старалась быть на одной волне с ними. Я везде с ними ходила, везде тусила. Если у нас ребята, мальчики в классе занимались баскетболом на таком, ну, ученическом, профессиональном уровне, мы ходили за них, болели, потом мы ходили куда-то там в какие-то кафешки и так далее. Да, то есть было интересно, я очень любила своих детей, но у меня сложилась очень сильная проекция. Зарплата, во-первых, молодого специалиста, ну, от 3 до 6 тысяч рублей. Это в те годы была, а так как я не из города Кирова, а жила я в Кирове уже, да, на тот момент, то есть после института я осталась жить в Кирове, съемную квартиру я вот первый ежемесячный платеж за эту съемную квартиру, я заплатила 6 тысяч рублей. И поняла, что меня будут содержать мои родители, которые тоже учителя, мама учитель географии, папа учитель физики. Я вообще четвертое поколение учителей в семье. Личная жизнь моя – это чужие дети. Вот на одном из видео Ирина Кулешова, по-моему, сказала, что я поняла, что я чужих детей люблю больше и уделяю им больше времени, а тоже педагог по образованию, чем своих. И вы знаете, я вспомнила, что мой папа был моим классным руководителем, и дома он, ну, сложно было сделать так, чтобы он услышал слово «папа». То есть когда ты подходишь к нему, говоришь «папа», да, он не слышит. А когда ты скажешь «Сергей Анатольевич», он услышит, потому что в школе же его все зовут Сергей Анатольевич. И вот жизнь моя стала похожа на жизнь родителей, и я поняла, что я так не хочу. Это время ты проводишь не со своими детьми, ты их любишь, все, но это не твои дети. Ты постоянно вот носишь домой эти тетради с какими-то там работами лабораторными и так далее. С информатикой как бы было проще, с физикой посложнее. Подготовка к урокам. Вы не представляете, учителю можно сдать кучу конспектов, да, для того, чтобы вот, ну, какой-то там годовой план, я уже сейчас в этом не особо, да, сильна, это было давно и неправда. Куда-то с ними постоянно ходить, на какие-то классные часы что-то там продумывать и так далее. То есть это колоссальный объем работы. Я не буду спрашивать, есть здесь учителя или нет, но я думаю, что из почти 300 человек, ну, человека 3-то меня точно понимают, да, здесь 3%. И я сказала себе вот тогда, у меня еще была такая очень сложная жизненная ситуация, не буду сейчас рассказывать, какая, это отдельная история, но я себе тогда сказала, что я никогда в жизни ни за что на свете ни от кого больше зависеть не буду. И вот этот период, где-то вот 2005-2006 год, он для меня был очень переломный, произошла во мне очень сильная трансформация. У меня было место работы, но я очень быстро, в принципе, попала в крупный коммерческий банк. Классный учитель физики, информатики по образованию, значит, понимает. Я говорю, я не знаю, как зовут, у меня написано «гость». Я попала в банк, попала благодаря своей настойчивости. Я, в принципе, тот человек, который доводит всегда дело до конца. Может быть, не быстро, может быть, мне нужно будет больше времени, чем кому-то другому, но я, если да, я доведу дело до конца, чего бы мне это ни стоило. Я такой человек. Я всегда очень фундаментально подхожу, разбираюсь. Сейчас я такая, как-то сказать, знаете, я раньше, мне нужно было просчитать кучу шагов наперед и только потом начать что-то делать. Благодаря проекту, благодаря компании «Рифлейм» я стала, знаете, каким человеком. Идея классная, пойдем по ходу дела разберемся. И вот мне такая черта во мне стала нравиться. Я стала более легкая на подъем, наверное, более какая-то такая живая, интересная. Ну, представляете, технарь, который сидит там целыми днями за компьютером. Я знала какие-то там языки программирования, даже какие-то программы писала. Сейчас я этого вообще ничего не знаю, потому что это было очень давно. Но если поднять какие-то там тетради, да, какие-то книги, у меня это все, кстати, хранилось до этого года. Вот сейчас я в стадии переезда. Я очень много своих вот этих тетрадей, я все это выкинула, потому что я поняла, что я к этому больше не вернусь. Я нашла свое место в жизни здесь, в этой команде, в этой бизнес-системе, в этой компании. И придя работать в банк, моя жизнь очень сильно изменилась. Это действительно так. Да, и сейчас я пару слайдов уделю, чтобы вы понимали, потому что многие считают, что банк это круто. Банк это престижно, банк это распахивает какие-то там двери перед тобой. Да, и так. Более того, я вам хочу сказать, что любой банк это очень мощная школа жизни. И если здесь есть банковские сотрудники, они тоже со мной согласятся. В моей команде очень много банковских сотрудников и из коммерческих банков, и из Сбербанка России. Первая моя должность – это кредитный специалист. Это девочка в белой блузке с каким-то платочком, которая выдает кредиты, неважно на что. Вот она сидит, да, в магазине и выдает кредиты. И первая моя зарплата – полторы тысячи рублей. Это меньше, чем я зарабатывала в школе. Мое первое разочарование. Думаю, боже мой, я пришла в банк. Конечно, потом моя зарплата росла. У нас была очень интересная система мотивационного стимулирования. Но это тоже отдельная история. Благодаря своей, моей, вернее, настройности, да, меня стали замечать те сотрудники, которым я подчиняюсь. И меня как-то пытались продвигать по карьерной лестнице. Я к тому времени уже научилась более-менее связно говорить, но в продажах я была вообще, ну вот, не бум-бум, да. Но у меня в банке появился наставник, да, вот как у нас здесь есть наставники, люди, которые вас обучают. У меня в банке тоже был наставник. И огромный, даже два, скажем так. И огромное им спасибо за то, что они меня многому научили. Когда я перешла уже в офис, да, с точки в офис, на должность ведущего менеджера, наверное, где-то 3-4 месяца меня просто, вот знаете, я как слоненок за мамой, там он за хвостик цепляется, да, я точно так же ходила за тем человеком, который меня этому бизнесу обучал. Я благодарю этих ребят, которые тогда во мне вот этот потенциал увидели, потому что два года, да, вот такой плотной работы, даже больше, я не знаю, почему, но в 2009 я ушла в декрет, банки именно физически, мне кажется, я отработала больше, может быть, с 2005, да, года. Я очень хорошо работала, банк тогда, можно сказать, что он только пришел, наверное, в Кировскую область, мы его развивали, мы очень мощно прокачали регионы, я на своей второй уже бордовой оке объездила всю Кировскую область, и очень многих ребят до сих пор, я знаю, некоторые из них, с кем мы работали в регионах, да, они есть в нашей команде, в параллельных ветках у моих наставников, и еще через год меня повысили до руководителя группы продаж, да, вот зарплаты, вы видите, я их не повторяю, то есть, в принципе, вот такой вот рост, да, каждый год можно сказать, что моя зарплата, в принципе, ну, удваивалась, но это был потолок, понимаете, то есть система материального стимулирования, она была как, 25 тысяч оклад, и там 25-30 тысяч, это у тебя максимальная премия, я все делала для того, чтобы зарабатывать максимальную премию, когда меня в банке обучали, мне сказали, Юля, ты не сможешь зарабатывать деньги, да, ты не сможешь там людям, ну, что-то продать, и я тогда себе сказала, я научусь, потому что я понимаю, что деньги есть там, где есть продажи, какие были минусы? Был абсолютно ненормированный рабочий день, я помню случай, когда я уже будучи замужем, мы с мужем спим, благополучно время 4 утра, мне звонят из Нижнего Новгорода, мы тогда как филиал относились к Нижнему Новгороду, в 4 утра мне говорят, что к 7 нужен какой-то отчет, я встаю с кровати, подрываюсь и еду делать этот отчет. В последние два года в банке без отпусков и даже без выходных, можно сказать, потому что моя работа была достаточно подвижна, и я могла, ну, меня могли вызвать там на какую-то точку в любой момент времени, да, если что-то не получалось, там, с айтишником, например, или еще там с кем-то, то есть уехать куда-то за город, да, там, выпить вина, поесть мясо, это вообще не обо мне. Я не ездила отдыхать, потому что я понимала, что, ну, во-первых, отпуска у меня были в основном, предлагали мне в основном зимой, потому что были более вышестоящие люди, которые брали отпуска в более удобное время, а зимой, ну, более дорогие страны получаются, да, это мне в кредит только взять, потому что я взяла ипотеку тогда, половину зарплаты я выплачивала за ипотеку, и на вторую половину зарплаты я жила, но, в принципе, мне много не нужно было, я с работы приходила домой только спать, да, если мы где-то с девочками встречались в кафе, я прям шла в костюме, все, то есть после работы, и потом уже домой. И позиция у меня тогда была такая недовольная, она все очень сильно напрягала, и у меня была позиция, вот я услышала у Марии Колосовой, мир дай мне и мир возьми, вот эти две позиции, я сейчас четко осознаю, что у меня была позиция мир дай мне, у меня были все виноваты, все, кроме меня. В 2009 году я написала заявление на увольнение в банке, но через неделю я узнала, что я беременна. Я искала, уже ходила на собеседование, меня брали в другие банки с более хорошей зарплатой, но я понимала, что я не могу подставить руководителя другого банка, поэтому я благополучно доработала 9 месяцев до выхода в декрет, и вышла в декрет и абсолютно успокоилась. Вот просто, знаете, успокоилась, и период декрета – это вообще другой стиль жизни, да, то есть вот если в банке ты только работаешь, 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 и нет времени ни на отдых, ни на себя, ни на какие-то там процедуры, ты вроде и деньги зарабатываешь, ты можешь потратить на себя там любимую, на отдых там или еще на что-то, но у тебя нет на это времени. Ты приходишь домой, ты просто ложишься зубами к стенке и спишь, а на следующее утро снова встаешь, и вот этот вот день сурка. Вот у меня было так. Если сейчас вот вернуть слайды назад, да, в банке я ходила в серых костюмах, до банка я была вся в черном, вот если вы обратите внимание, у меня был только темных оттенков гардероб. Сейчас же все очень сильно изменилось, да, и вот когда я вышла из банка в декрет, я выдохнула, я решила отдохнуть. Первые полгода я деградировала, мне в этом плане повезло, ребенок у меня спал, у него ничего не болело, зубки не резались, он круглосуточно спал. Вторые полгода, когда ребенок меньше стал спать, я с головой шла в сына. Как я деградировала? Я играла в огороды, там фермов какие-то, да, не по ничем занимала, там что-то непонятное дело в интернете и так далее. Потом я с головой ушла в сына. Потом вот когда женщина работала, 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 она отдохнула, ей движуха все равно это нужна, а этой движухи нет. Ну какая движуха может быть с сыном, которому год? Ну максимум такие же подруги, да, с которыми ты там вместе в роддоме рожала. Все, мне это было скучно. И поэтому от скуки я выносила мужу мозг, когда он приходил с работы по полной программе. Спустя полгода, когда я поняла, что что-то происходит не так, я занималась поисками себя, да, то есть вот настолько ушла в какое-то самокопание и так далее. И потом я поняла, что гармония, счастье в шалаше там и так далее, и так далее, будет только тогда, когда у вас будут деньги. А у нас на тот момент денег не было. Декретные мне не плати, перестали уже платить. Муж у меня остался без работы, и нам просто не на что было жить. И вот это вот все, оно сыграло с нами достаточно злую шутку. И я тогда начала искать работу. Работу, чтобы можно было совмещать, да, с ребенком, чтобы не выходить в банк, потому что я не хотела. Вот это, знаете, это было даже не то, что самый последний был бы мой шаг, выйти в банк. Я вообще это не рассматривала. То есть моя задача была не выйти из декрета, да. Ну и тот, кто ищет, тот найдет. Девушка меня пригласила, да, вот я, как сказала, спустя даже не 4 месяца, мне кажется, больше. Я все-таки посмотрела видео, которое она мне скинула, чтобы найти три причины мотивированно отказать. Но посмотрев видео, я просто поняла, что это то, что мне нужно. Въезжала я очень долго, потому что еще и ребенок на руках, там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, находила кучу отмазок, да. Но потом я четко приняла решение, что мне нужны деньги, что бесполезно искать счастье, гармонию, там, или еще что-то. Если ты живешь уже со взрослым ребенком в однокомнатной квартире, когда ты не можешь спокойно почитать книжку, когда ты не можешь спокойно побыть с мужем наедине, когда ты не можешь там еще что-то спокойно, да, сделать, потому что вот все где-то, ну, ходят, что-то от тебя хотят, где-то мам, 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 где-то Юль, 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 да. Вот это сильно нас напрягало, и я поставила себе задачу, что я сейчас никого не слушаю, ни на кого не смотрю, а советчиков у меня было очень много, меня никто в этом бизнесе не поддерживал, из близких вообще никто. Все думали, что все, Юля пока сидела в декрете, мозг где-то там оставила, да, всем уже деградировала, и вот занимается какой-то фигней. Папа мне говорил, что меня Бог накажет за построение пирамиды, мама переживала, что у меня не будет там пенсии накопительные и так далее. И они меня не слышали, вообще не слышали. И я вот просто одела шоры, да, вот лошади одевают, и шла просто вперед. Я поставила себе цель, что я со всеми буду разговаривать только тогда, когда у меня будут деньги. Что делать, пока денег нет? Не разговаривать, что ли? Нет, почему? Просто в одно ухо впускала их слова, в другое выпускала, им улыбалась, говорила, да-да, конечно, конечно, там, да, и так далее. То есть я со всем соглашалась, но делала свое. И моя задача была показать все результатом. И вы знаете, все изменилось. Вот все просто колоссально. Милость год назад, когда появилось первое звание, первая премия, автомобиль. Я поняла, что я поеду пусть через полгода, да, потому что я в январе закрыла директора, я поеду в Болгарию. Все изменилось. Меня стали все поддерживать. Муж стал помогать с ребенком. Он его отвозил, привозил, сидел по вечерам, когда я проводила планерки, там, вебинары и так далее. То есть вот, если у вас есть такая ситуация, я вам рекомендую сделать именно так. Потому что после этого у вас все будет к кому. С компанией Reflame я начала путешествовать. Это моя, то есть я была, я летала на самолетах, я была на море, но это все было в пределах России. Моя первая за границей, это с компанией Reflame. Это поездка в Швецию, в головной офис, в ИГИОСу. Я все фотографии выкладывать не буду. У меня их миллион, этих фотографий. Вторая моя поездка за границу, это уже заработанная поездка, абсолютно бесплатно. Это Болгария. Мы тусили большой нашей командой. Я вспомнила, что такое море, потому что последний раз я его увидела в 2005, наверное, году. Очень мощные тусовки с компанией Reflame даже в Болгарии. Ребят, когда кто-то там увидел, у меня просто из знакомых, не в Reflame, не в БМД, что Болгария за 4 дня вышла почти 100 тысяч, я спросила, почему так дорого? Я объясняю, что все условия там, вот просто для ВИП, понимаете? И все мероприятия только на самых крутых сценах были. В Варнии мы ездили, нас возили трансфером там специально в ТОПО. В ТОПО. В ТОПО. Я есть автомобиль, и я спокойно сажусь, и я еду сама за рулем, сколько бы это километров ни было, неважно, просто пообщаться с командой, или там какое-то мероприятие. Я сажусь за руль и еду, и мне это нравится. Я могу остановиться вот в поле, заехать в это поле, сфотографироваться там, ощутить вот эту вот свободу, ветер, как он там в волосах, да? Это здорово. Вот я не знаю, может быть, кто-то из вас может сейчас это позволить, да, работая где-то еще. Я себе этого позволить не могла. Не было у меня такой возможности. Я ездила, ну, благодаря банку, куда-то по городам, но у меня не было возможности остановиться и просто посмаковать момент, вот, господи, как тут красиво, тут другая уже природа, не такая, как в Кирове, а тут такое озеро, а тут такой красивый дом там, да? И не фотографироваться там, стоять, потому что это по большому счету никому не надо, а просто вот получить от этого удовольствие. Я раньше этого не могла. А какие у нас мероприятия, ребят, закачаешься, согласны? У нас раньше тоже были мероприятия. Я вам по секрету скажу, что пока я шла к уровню директора, да, Таня Репина, Наташа Мерзлякова, они выходили там на какие-то наши местные мероприятия, рассказывали, ребята, мы съездили на банкет, там так круто, о, мы приехали с конференции, там так здорово, ребят, давайте, вы тоже можете. Я сидела и думала, ну, боже ж ты мой, ну, тусовка и тусовка, ну, собрались с большим количеством людей, попили, потанцевали, да, там куда-то съездили. Что, если я не могу позволить за границу съездить? Да, в принципе, можно зарабатывать. Ну, я понимаю, что я смогу заработать такие же деньги и съездить отдохнуть. Но я не понимала вот этого кайфа, пока я не попала на банкет директоров. Ну, не будем мы так с вами отдыхать сами, не будем. Съездила в Болгарию, я поняла, что мы не съездим за границу, так, как нас возит компания. Не будет такого у нас. Мы сами себе такое никогда не организуем. Ну, скажите, вы сами себе оплатите лайнер, там, сколько, на двух человек, да, полмиллиона практически вышло. Вы сами себя в Майами свозите за такие деньги? Да я, ну, в Кирове, по крайней мере, я не знаю ни одного предпринимателя, который готов из бизнеса достать такие деньги и повезти свою семью на миллион, куда-то там, в какую-то, они съездят тысяч на двести, и все. И отдых будет абсолютно другого качества. Какие мы сами мероприятия организовываем? Я думаю, что если вы в каких-то больших городах, где большие команды, вы уже это однозначно проверили на себе, я знаю, что когда было два года БМД, прилетали там, я не знаю, за несколько тысяч километров, и это очень круто, да. Мы в Кирове стараемся организовывать, ну, такие классные мероприятия, потому что люди, у них не то, что некуда выгулять платье, у них нет платья, а зачем, если мы никуда не ходим, понимаете? И очень многих людей вот как раз вот эта вот атмосфера здесь и удерживает. сцена, признание, да, если ты уже сделал там, но менеджеры 9%, там 6%, ты только-только пришел, 6%, тебя уже похвалят, тебя уже спросят. То есть вот этого, я считаю, в жизни действительно многим не хватает, да, плюс мероприятия на прокачку, ума, Synergy Global Forum, вот мы съездили нынче, да, со стороны, получается, обучались. Наши конгрессы предпринимателей, это просто шикарно, это просто замечательно. Ну и плюс вот здесь слева внизу, я не знаю, мелко получается, да, это у нас курсы на командообразование, веревочные курсы. Ребята, это просто жесть для меня была, когда мне нужно было прыгнуть с 15-метровой елки, внизу стоит моя команда и смотрит, у меня тахикардия полная. Я задыхаюсь, у меня голова кружится, я там шатаюсь на этой высоте 15 метров, я понимаю, что у меня держат два троса, каждый из них слона удержит, а я не могу. И вот этот вот выход с зоны комфорта, для меня это было одно из переломных событий. Вот если вы сможете увеличить как-то экран, вы увидите, как напряжены мои руки, потому что я понимаю, что мне предстоит, инструктор меня там инструктурирует, инструктурирует, а я понимаю, что всё, я уже готова сознание потерять. И вот, господи, как это здорово, вот эти вот ощущения, когда я прыгнула с этих 15 метров спустя полчаса там раздумий, да, вот эти эмоции, я не знаю, вы их где-то получали, да. Если вы постоянно получаете такие эмоции, вы испытываете такой страх и каждый день делаете какие-то вещи новые для себя, это просто колоссально. Это просто колоссально. Саш, не знаю, что ты видел, тебя тогда с нами не было. Это была наша кировская команда, но у меня видео выложено, можете посмотреть ВКонтакте. У нас классные обучающие мероприятия. Я вам хочу сказать, что здесь как можно скорее сами участвовать в своей команде в таких обучающих живых именно мероприятиях. Проводите вебинары сами, потому что вы от этого берёте энергию. Вот я сейчас с вами разговариваю, я вроде делюсь с вами энергией. На самом деле, вот вы сейчас под конец увидите, что у меня всё больше и больше, и больше я прям вот наполняюсь. Вот такие живые встречи, они вас будут наполнять. Чем больше вы отдаёте, тем больше вы получаете. Обратная связь дорогого стоит, ребят. И именно вот эта энергия, она даёт очень мощный рост вас как лидера, рост вашей команды и ваши результаты. Они от себя долго ждать. Даже если вы просто пока придёте оффлайн, вы уже получите энергию. Если вы будете постоянно ходить, вы будете всё больше и больше заряжаться. А если вы будете проводить сами мероприятия, это что-то с чем-то. Вот огромное спасибо команде. Последняя у нас такая мощная прокачка была осенью. Курсы предпринимателя тоже здесь не видно. Но вот девочки нам даже с мальчиками сделали благодарственные письма. То есть организаторам курсов. И вот это меня тогда настолько растрогало, что я поняла, что всё-таки своё вдохновение, которое за 5 лет учёбы в пединституте, я его здесь реализовала. То есть кто такой педагог? Это человек, который кого-то обучает. Но обучает не так, что вот он будет разжёвывать, 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 потом только положит, а вам останется проглотить. Нифига. Задача педагога – заинтересовать вас предметом, чтобы вы потом пошли и касательно этого предмета перерыли весь интернет, всю литературу в библиотеке, всех, кто к нему хоть какое-то отношение имеет. То есть заинтересовать так, чтобы вы потом не спали. И вот задача здесь, наставника, точно такая же. И я, когда в этот бизнес пришла, я не спала, наверное, месяц, потому что вот этот маркетинг-план, он мне снился. Я люблю цифры. Я пришла сюда на деньги именно на маркетинг-план компании «Арифлейм». Здесь другие события. Ребят, ну какие события у сотрудника банка? Ну подписал какой-то договор, какой-то там контракт, получил деньги, ну сходил там куда-то с кем-то, потусил там или еще что-то. Здесь абсолютно другие события. Банкет директоров. Вот я была на банкете директоров и гостям, и заслуженно. Когда ты едешь заслуженно, это абсолютно другое. А когда ты везешь туда еще своих людей, вот Наташа Петрова со мной, да, и ты смотришь на все это не только своими глазами, но и глазами своего человека, это абсолютно по-другому. И у меня задача, чтобы на наших мероприятиях заслуженно было как можно большее количество моих людей, чтобы они уже ездили вот с такими глазами там стояли, и потом приезжали своих людей, вот трясли, да ты что там, круто, ты не представляешь, давай уже делай, давай, поехали, и так далее. Да, конференции. Вот смотрите, за один год по большому счету, банкет директоров «Болгария», «Автомобиль в подарок от компании» и «Моя мечта» – квартира по Воловику. Вот кто видит, кружочек обведены, мы объединили три однушки. У нас будут три санузла. Я не буду сейчас объяснять, почему. Пройдите к курсу Вадима Воловика «Родители и дети». Да, у меня одна однушка – это кабинет и спальня, наш санузел. Вторая однушка – это одна детская, вторая детская я планирую. Я надеюсь, что все-таки я сделаю второго ребенка, у них свой санузел. И третья однушка – это она самая большая, там получается большая кухня, большой зал-гостиная, да, получается, столовая. И у гостей будет свой санузел. Я очень гостеприимный человек, я очень люблю принимать в гости. Ко мне часто приезжает команда, да, поэтому я мечтала об этой квартире, и я ее купила. Вы не представляете, как просто, вот, я не знаю, меня распирает. Мы пока еще туда не переехали, да, но мы делаем все для того, чтобы как можно скорее туда заехать. Это просто... Просто нереально, когда до вашей мечты, я хотела БМД-мобиль, прям не могла, как хотела, я его получила. Я хотела квартиру, прям не могла, как хотела, я ее купила. Я официальный предприниматель, да, то есть тоже стиль жизни. Кто я такая? Вот когда меня спрашивают, ты кто? Куда ты живешь, да, в это время, потому что я раньше спрашивала, чем ты по жизни или там в жизни занимаешь, да. Мне нравится сейчас эта фраза, куда ты идешь, она очень с глубоким смыслом. Ребят, вдумайтесь, куда ты идешь. Вот я сейчас точно понимаю, куда я иду. И поверьте мне, на уровне золота все только начинается. И это абсолютно разные вещи, когда ты зарабатываешь там 50-60 тысяч в банке, и когда ты эти же деньги зарабатываешь здесь, да. То есть вот в три недели, ну, официально на счет вот мне приходит, ну, 40-45 тысяч рублей, да, в зависимости от того, какая у меня персоналка. Но в месяц это получается 50, с учетом того, что мне еще десятка остается на счете, да, в счет оплаты заказов. Вот это вот два чека по 100-107 тысяч, это мои бонусы, тысячи и полторы тысячи долларов. И плюс путевка в Болгарию 100 тысяч. Я за год заработала больше миллиона, ребят. Я в банке не зарабатывала за год больше миллиона. И я сейчас понимаю, куда я иду, куда я зову своих людей. А в абсолютно другую жизнь, в абсолютно другой стиль жизни, в абсолютно другие путешествия, в абсолютно другое окружение. Потому что здесь такое окружение, ребят, что закачаешься. Вот это вот фото со встреч с клубом миллионеров. Я когда попала в клуб миллионеров, у меня такой немножко был. Да, потому что я там ниже всех по мозгам, я в полной зоне некомфорта, у меня даже было желание удалиться из чата. Но потом я поняла, так, Юля, давай-давай, это как раз тебе нужно для того, чтобы вот ты стала вот лучше, чем ты есть сегодня, да. И я просто с нетерпением ждала этих встреч с клубом миллионеров. Я с нетерпением ждала встречи со своими наставниками. Я с нетерпением ждала встречи непосредственно с Натальей и с Эдуардом, потому что вот это окружение, оно меняет абсолютно ваше мышление. И год назад я была абсолютно другая. Попав в клуб миллионеров, я уже стала другой. И огромное спасибо этим людям, которые есть на этой фотографии, которые есть в клубе миллионеров. Также я считаю, что это тоже наше окружение. Да, мы не общаемся с этими людьми каждый день. Но мой любимый швед – это Магнус Брэнстерам, да, вот эта вот фотография с банкета директоров, где я была гостем. Женщина, которой я восхищаюсь, Наталья Майорова. Владимир Полежаев, леди номер 10 в мире Арифлейм. И Йохан Розенберг, да, один из руководителей компании Арифлейм. Это те люди, которые чаще всего, ну, по крайней мере, на тех мероприятиях, на которых я бываю, выступают. И это тоже наше окружение. Мы смотрим с этими людьми видео, вебинары и так далее, и так далее. Это тоже наше с вами окружение. И оно тоже меняет. Ваши наставники, сделайте все для того, чтобы попасть в постоянное поле зрения своих наставников. Потому что они вас прокачают по полной программе. Они не дадут вам сдаться никогда. Когда? Сделайте все для того, чтобы быть у них. Огромное спасибо моим наставникам, что они меня приняли когда-то, еще даже не будучи директором в свою когорту. Да, огромное вам спасибо. И, конечно же, ваше окружение – это ваша команда. И как здорово, когда ты видишь, что благодаря в том числе и тебе меняются кардинальные люди. Как у них меняется мышление, как у них меняется жизнь, как они открывают ИП, как они… Вот у меня впервые в жизни получается, мои люди едут в Хорватию. Боже мой, моему счастью не было предела. Я больше за них радовалась, чем за себя, когда я ехала в Болгарию. Потому что я об этом мечтала, ребят. Это очень круто. И ты чувствуешь, вот знаете, какая-то миссия появляется в жизни. Я сейчас искренне верю, что вообще сетевой бизнес в целом, да, и в частности наша команда, компания «Рифлейм», она дала нам миссию. Мы можем дать людям лучшую жизнь. Если у них и так хорошая жизнь, классно, здорово. Если действительно это так, общайтесь с ними, учитесь у них. Если вы видите, что это не так, сделайте так, чтобы они вас услышали. Если они вас с первого раза не услышали, они вас услышат со 101-го. Поверьте мне, я через это прошла. Моя команда – самая лучшая команда в мире. Я знаю, что это говорит каждый наставник, но их обратная связь – это просто что-то с чем-то. Я так не умею. Я не умею благодарить, я не умею хвалить. Я только этому учусь. Но это дорогого стоит. Когда ребята мне сделали видеоролик на ту песню, которую написали специально для меня. Когда ребята мне подарили золотую подвеску навсегда со мной вместе с крестиком на одной цепочке. Когда ребята подарили мне сертификат в книжный магазин, я наконец-то купила те книги, которые я хотела, чтобы они у меня были, вот библиотека, да, в бумажном варианте. Огромное вам спасибо большое. Я знаю, что вы меня здесь слышите, что вас здесь много из моей команды. Я не устану вас благодарить. Что изменилось в семье? Изменилось все. Если раньше мы друг друга не видели и встречались только попами в кровати, да, то за последний год мы, конечно, еще работаем над этим. Мы еще не как, например, Эдуард и Наталья, да, нам далеко до таких отношений. И все же, вот, я знаю, что есть сейчас здесь такие ребята, которые переживают, да, что из-за бизнеса там либо муж там ругается, ворчит, и отношения портятся, либо жена там чем-то недовольна, да, и тоже отношения портятся. Ребят, еще раз услышьте меня, пожалуйста. Деньги решают все проблемы. Все. Любая проблема так или иначе зависит от вашего материального положения. Вот как только у вас будет на что купить не молоко там, хлеб, соль, а что-то другое, да, сколько у вас будет на что две машины содержать в семье, тогда будет намного проще находить общий язык, поверьте мне. Поэтому еще раз вам говорю, просто вот стисните зубы, пальчики в кулачке и пошли работать. Потому что у меня за последний год много чего в жизни изменилось. Мы стали намного времени проводить вместе. Мой муж теперь ездит со мной на все мероприятия, мы будем на мужском и женском форуме вместе. Он ездит со мной прокачивать команды в другие города. Но он везде со мной. Он берет отгул на работе, да, он работал по найму. Прошлый понедельник он спросил меня, разрешение, можно ли ему уволиться. Я разрешила. Он уволился, да, то есть пока у нас на сегодняшний день вот наш золотой код, это наш единственный источник дохода. Вот вы видите справа, это вся моя семья, да, внизу, родители папа, мама, я с мужем, сестра с мужем, сын мой и племяшка. Да, то есть вот наставники мои слышали, как я рассказывала своим родителям, что я, у них очень хорошая дочка, да, что я у них молодец, что у меня самая лучшая команда, что я вот такую команду сделала. Спасибо родителям за то, что они меня вот такой воспитали. И что есть вот такой результат. Родители, конечно, пока не верят, но я думаю, как только увидят, что я там в Мадриде зажигаю, да, я думаю, что у них изменится все-таки, и они придут даже ко мне в команду. Сын. Кто считает, что он плохой родитель? Та, что он мало времени там тратит на своего ребенка и так далее. Колосова сказала официальную статистику, что мама-дома хозяйка тратит на ребенка 17 минут. Ребята, я поняла, что я лучшая мама в мире, я трачу на ребенка 30 минут. И 30 минут, они вот, знаете, не так, что вот все, 30 минут это ушел. Нет, конечно же, я в течение дня с ним больше общаюсь. Но вот эти 30 минут, моя задача, именно быть с ребенком. Не параллельно там в телефоне, да, в игры играть, или с кем-то переписываться. Я сейчас не имею в виду отношения к бизнесу. Но ведь есть же такие мамы, которые тоже ведут Инстаграм, там, или еще что-то, да, в чате с подружками переписываются, там, или еще что-то. Котлеты параллельно жарят. Моя задача, сесть глаза в глаза и пообщаться с ребенком. Что его сейчас беспокоит? Что у него было в школе? Что ему интересно? Куда он хочет пойти? Сделать так, чтобы он был лучшей версией нас. Понимаете? Если ему нужно читать книжку, я сажусь вместе с ним читать книжку. Я читаю свою, он свою. Если ему нужно там делать домашнее задание, я говорю, садись вот тут рядом, я буду свое домашнее задание делать. Он видит, что я работаю. Но это не входит в эти 30 минут, но мы рядом. Я могу в любой день устроить ему праздник. Если у него каникулы там, или еще что-то, да, летом, например, вот как мы работали? На пляже. И ничего, мой ребенок купается, с другими ребятками играет, а я взяла два пауэрбокса, телефон и пошла работать. Я тогда и рекрутировала, это летом было, и структуру обзванивала. Все можно делать с ребенком рядом и на пляже там, или еще где-то. И у меня самый лучший ребенок, он сам абсолютно самостоятельно поступил в физмат-лицей. Он занимается тейквандой. Я не скажу, что он там чемпион, но ему это нравится, и тренер его хвалит. Мы находим время куда-то его сводить, там развлечь, да, чем-то. Он участвует в каких-то там интеллектуальных, господи, не выговорит мне это слово, интеллектуальные, в общем, какие-то мероприятия и так далее, да. То есть он везде. И в физмате его хвалит, что он молодец, да. То есть я успеваю, я и хорошая мама, ну, не отличная, хорошая, да. Я и хорошая жена, и я хорошая пнер по бизнесу и для наставников, и для своих партнеров. И самое главное, что я понимаю, что у меня сейчас есть время на мое хобби. Я закончила музыкальную школу. После того, как я ее закончила, мне пророчили великой будущей пианистки. Ну, я же хотела в авиационный поступить, поступила вообще в ПЕД, да. И вот пианино, оно осталось там в Ядских полянах, оно там сколько-то лет отстояло, в конечном итоге старый немецкий рояль мои родители продали, чтобы освободить место, чтобы он не пылился. У меня мечта, да, купить какой-то синтезатор там с наушниками, чтобы просто играть. Вот мне нравится это. Я очень люблю водить автомобиль. У меня мечта пройти курсы экстремального вождения, чтобы делать какой-то там милицейский разворот, например, и так далее. Я очень этого хочу, но я знаю, что это требует времени и денег. В школе я разбирала автомат калашника во всех быстрее в Ядских полянах. Про меня даже писали в каких-то там газетах, где-то эти газеты хранятся. И мне очень это нравится, оружие, да, то есть я никогда не пройду ни матира. Метко достаточно стреляю, если вот пристреляться, да. Поэтому я хочу найти время для этого. И я, Таня Репина, если ты здесь, ты, наверное, помнишь, как я на какой-то живой встрече говорила, что я хочу такая вся в косухе и на моцике гонять. Вот понимаете? Я понимаю, что я, ну, это просто тоже вопрос времени, да, может быть, не сейчас. Но, например, купить там синтезатор, вот у меня будет квартира, да, у меня будет свой собственный кабинет. Я поставлю себе туда синтезатор и буду играть. Вот. Поэтому с мотоциклом, да, посложнее. Курсы по дрифту, я думаю, что можно пройти с оружием. Я думаю, тоже можно записаться там на какие-нибудь стрельбища и постоянно ходить. То есть, ребят, все возможно. И посмотрите, я не знаю, я вот так сумбурно говорю, я готовилась, готовилась, но два года жизни по системе БМД-21. Два года. Есть видео Радислава Гандапаса «Призови себя в армию». Я в какой-то степени призвалась в армию, но у меня такая армия была, знаете, вольготная, я бы сказала, да, то есть я не скажу, что я прям в надрыв работалась там или еще что-то, я там легла на этом станке. Нет. Иначе бы я сделала бриллиантно, как это делают другие люди за два года, потому что они спят по четыре часа, потому что, когда они свой день выкладывают, они ложатся в два, в три и встают в семь. Я ложусь в десять, да, я встаю в пять, в пять тридцать, но я ложусь в десять, край в одиннадцать. Я высыпаюсь. С утра я занимаюсь семьей, я их одеваю, провожаю там, на работу и так далее. Сейчас еще я записалась в спортзал, я год не занималась спортом, до этого я каждый день бегала, просто бегала, сейчас мне бегать врачи запретили, я пошла в спортзал. То есть у меня в день, это два-три часа вот выпадает, чтобы, ну, доехать там, позаниматься, да, в душ сходить и так далее. То есть, вот скажите, пожалуйста, такое возможно на работе, в банке или в школе? Два года, другая я, другая семья, другие мечты и цели, другие деньги, другие возможности. Не придя в этот бизнес, я бы не узнала Воловика, я бы не узнала, что такое квартира по Воловику, я бы никогда ее не захотела, и у меня была бы обычная стандартная треха. Все. Другие возможности, другие деньги, другие мозги, другое окружение, другие достижения, другие события, другое здоровье. Спасибо огромное продукту Wellness. У меня есть отдельная моя история по Wellness. Это кто-то не верит, говорит, что это сказка, кто-то пугается, говорит, что это страшно. Но Wellness помог выжить моему мужу, потому что его выписали из больницы умирать. Wellness помог выжить мне, я попала в ДТП, а у меня клиническая смерть, закрытая черепно-мозговая, переломы ребер, и через две недели я поехала гостем на банкет. А когда с банкета положить меня снова в больницу, мне надо выздороветь, мне сказали, а это не вы, это два разных человека, тот, кто приехал из водоема и тот, кто сейчас, спустя три недели. Мы не верим, что такое возможно. А я к тому времени уже пила Wellness. И Wellness помог моему ребенку. У него была задержка развития. Из-за того, что уздечку вовремя не подрезали, речь пошла, и пошла задержка в развитии. На сегодняшний день мой ребенок самостоятельно по каким-то там тестам прошел физмат-лицей. Никаких взяток, никаких договоренностей, ничего. У нас в городе это очень круто. Лицей за городом это очень круто. Ребят, и вот видите, фотографии я стою, да, это в Москве, осень, это мы ездили на... Куда мы ездили? Не помню, с девочками. Какое-то мероприятие, это компания Reflame, и вот конгресс, да, да, весной, да, вот я так стою и ловлю эти снежинки. Знаете, почему я ее поставила, эту фотку? Ну, во-первых, она мне очень нравится, я вообще гум люблю, вот эту, огонечки эти. Во-вторых, я вам хочу сказать, что для всех открыты одинаковые возможности. Вот когда-то я услышала от Васильева фразу, вот возможности не как дождь. Они капают с Вас, как снег, на всех одинаково. И если Вы их не видите или у Вас их нет, может быть, стоит выйти из-под зонта? Ребят, мы все живем в одно и то же время, на одной и той же земле, при одном и том же президенте, при одних и тех же экономических условиях и так далее, и так далее. Почему у кого-то получается, у кого-то нет? Может быть, Вы стоите под зонтом? Может, Вы просто не видите, что это есть? Или не хотите видеть? Уберите зонт, оденьте очки, разберитесь в этом бизнесе. Это классный бизнес. Это шикарнейший инструмент. И в чем секрет? Все очень просто. Есть функционал. Просто функционал. Вами каждый раз будут говорить о колесе навыков. Может быть, уже говорили. Может быть, немножко скоро поговорят. То есть, может быть, Вы только пришли и с Вами еще просто это не обсудили. Я разговариваю об этом где-то на третьем звонке. Я не тормоз, я медленный газ. Но я разговариваю об этом на третьем звонке со своим бизнес-партнером. Когда он уже понял всю суть бизнеса, я говорю, что если ты хочешь здесь результат, вот давай мы с тобой по этому колесу будем отрабатывать эти навыки. И вот я Вам просто хочу сказать, что Вы берете этот навык и фигачите по нему до тех пор, пока он не стал действительно навыком. Есть знания, есть умения, а есть навыки. Знать – это вот прочитать или услышать. Все, Вы знаете. Какой прогноз сегодня погода? А, я с минус 8 градусов. Это знать. Уметь – это когда Вы сделали, может быть, несколько раз, но у Вас один раз получилось. Вы можете сказать, что Вы умеете, но это еще нифига не навык. Навык – это когда Вы можете сделать с закрытыми глазами, с просонью, не напрягаясь, параллельно готовить там кушать или еще что-то. Вот если Вы можете провести собеседование, параллельно моя там посуду, вести автомобиль там и так далее, все, это навык. Просто дальше делайте эти действия каждый день, чтобы они дали Вам результат. И все. Почему мы закрыли, наша команда закрыла звание золотого директора по итогу каталога? Потому что каждый год я ребятам, они не дадут соврать, ребят, только не пишите, а то все повиснет, что я каждый, на каждой планерке я им говорю, что есть такое понятие, как навык организации личного товарооборота от 150 баллов и более в нулевой день. Это навык, которому можно научиться так же, как научиться ходить, держать ложку, кушать, как водить автомобиль. Да, не получится с первого раза. Научитесь делать 150 за каталог, потом научитесь делать 150 за две недели, потом научитесь делать 150 за неделю, потом научитесь делать 150 за три дня, потом научитесь делать 150 за нулевой день. Кто-то делает сразу в нулевой день и сразу 150. Вообще классно, здорово, молодцы, супер, я очень вами горожусь. Я сама так не смогла, поэтому я со своих не требую. Я говорю, что это навык, которому нужно, но так же, как и все остальные навыки. Вот это наше колесо навыков, наша команда, но чуть расширенная. Делюсь с вами. Ребят, ну и последний слайд, это картинка моя собственная, это мы с ребенком летом играли в шахматы, и вот там Буфи Лайк, да, они вот в таких упаковках все это дают, и я тогда сделала вот такой кадр. На самом деле все в ваших руках. Не давайте себе возможности повернуть назад или остановиться на недостигнутом. Да, вот. Ну и сделаю, ну и что? Да ничего, конечно, ничего. А вы попробуйте сделать и узнаете, что будет в результате. Я думала, что когда я увижу, что вот все, я закрыла золото, в программе, ну я так буду равнодушна к этому, потому что уже как-то другие совсем планы, другие цели, ну сделала и сделала, команда, молодец, да, это не я, это все команда. А когда увидела, вот прям вот заколотилась где-то и до сих пор колотится. Потому что это нужно не для меня, это нужно для моих наставников, для них это важно, ребят, поверьте, потому что это значит, что они хорошо работают. Это нужно для вашей команды, потому что это тоже их результат, это значит, что они молодцы. Это нужно для параллельных структур, для проекта БМД-21 в целом. Это нужно для компании Арифлейм. Это нужно тем людям, которые видят вас в социальных сетях, потому что они понимают, что все это работает и потом приходят к нам и меняют свои жизни благодаря вам. Это нужно делать. Но в первую очередь нужно делать ради себя, потому что это вам нужно. Может быть, вы этого-то не понимаете. Но это вам нужно, потому что есть другая жизнь. Понимаете? Вот я жила несколько лет в однушке с ребенком и с мужем. Есть другая жизнь. Есть! Квартира по воловику есть, когда у каждого свой санузел. И когда ты понимаешь, зачем, что это не просто вот так вот, да, что, как мне папа сказал, я, говорит, что-то не понял, вы очень богатые, что ли, стали? Нет! Это важно с точки зрения технологии для родителей и для детей. Поймите это! Вот я, когда это поняла, для меня это стало важно. Я вписала в свой список целей эту квартиру. Вписала в свой список целей мечту ребенка, потому что он каждый день меня спрашивает, мама, ты заработала сегодня на Лондон? А я говорю, нет! И понимаю, что я плохо работала сегодня, я не на 200% выложилась, не на 300%, могла, но не сделала. Делать, вы можете, делайте еще на 1% больше, и тогда у вас все получится. Верьте в себя, верьте в свою команду, в своих партнеров, в своих лидеров, верьте в своих наставников, верьте в бизнес, в эту систему, в эту индустрию, в компанию «Орифлейм». Изучите, у меня уже не осталось ни секунды, ни времени, не важно, новичок вы или не новичок, прочитайте эту книгу, и вы поймете, насколько это великая компания, и что для вас это просто все возможности. Вы можете сделать все, если вы станете профессионалом в этом бизнесе. Вы поможете себе, вы поможете своим близким, и вы поможете большому количеству других людей. И мы в вас верим, в каждого из вас, и мы желаем вам больших, огромных результатов. До конца каталога осталось два дня, я верю, что все возможно и даже больше. Ребят, спасибо вам, большое, что вы выслушали меня. Мне было очень волнить со своей историей. это моя жизнь, это моя правда. Огромное вам я надеюсь скорых встреч. – субтитры создавал DimaTorzok – Продолжение следует...